Здравствуйте, друзья! Мы начинаем шестой урок. И на этом уроке мы должны были бы попрактиковаться в написании тест-кейсов. И начнем мы опять же с теста, который вы должны были дома сделать. Вот у нас тут ссылочка на него. А вот сам этот тест. Давайте я его освежу. Ну, и глянем, сколько народу у нас там участвовало. Ну-ка, 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 давай. 116 человек. Ну, из этих 116, я бы сказал так, наверное, человек 20 подошли за последние полчаса. Судя по тому, что я видел полчаса назад. Ну, уже лучше, чем там, допустим, 50. Но существенно меньше, чем, скажем, те 286, которые сейчас у нас на вебинаре. Я уже не говорю про те 500, которые могли бы в принципе. Но у каждого свой путь к вершинам. Поэтому мы начинаем с того, что есть. Итак. Напишите тест-кейсы для тестирования. Zipcode Field. Это почтовый индекс в США. Так называется. Zipcode. И это поле еще у нас required. Давайте мы, знаете что? Мы немножко поговорим про поле. Что такое required field. А я пока что для примера что-нибудь возьму. У меня есть вот эта формочка Energy Telecom. Вот форма. Это форма. Смысл формы в том, что вы ее заполняете. Нажимаете кнопку, тут внизу вот, Submit. И если все нормально прошло, то в базе данных создастся то, что называется рекорд. То есть форма нужна для того, чтобы собрать информацию и создать вот этот рекорд. Мы не изучаем здесь базы данных. Мы не начинаем лезть туда во всякие дела. Но в этом смысл формы. Теперь вы видите, что некоторые поля имеют галл. Такое, что называется астериск. Такую звездочку. И тут написано, что в традиционном, в классическом стиле, раньше так всегда писали, что вот астериск показывает, что это required field. Что такое required field? Это значит, что если вы его не заполните, оставите пустым, то форма не пройдет, выйдет какое-то сообщение об ошибке, и вам скажут, что вот это поле, оно required поле. Например, вот если я сейчас пойду и внизу нажму кнопку Submit. И вот мне, пожалуйста, вышло вот это все. И говорит, значит, введи first name, введи last name. Вот все, что было, значит, введи. И я даже могу сказать, заподозрить, что вот поле email, странным образом, значит, не покрасилась звездочка в красный цвет. И здесь тоже его нет в списке. Да, вот идет. То есть я могу уже какие-то выводы делать там и так далее, но мы сейчас не об этом. Вот есть некое required field. С другой стороны, когда люди тестируют, например, логин и пасворд, вот то, что мы разбирали последний раз. Они говорят, хорошо, а что если поле, например, там логин или поле пасворд пустое, или оба пустые, вот не заполнили какое-то поле. И дальше что-то происходит не то, что они ожидали. Например, они хотят получить сообщение, что поле нельзя оставлять пустым, а вместо этого выходит сообщение, что, пожалуйста, дайте то, что называется valid combination, или там дайте valid credentials, и так далее. То есть нет специфического упоминания, что поле осталось пустым. И они говорят, вот надо написать, что такое-то поле required. И вот тут у нас есть проблема. Потому что, когда вы делаете логин и пасворд, никакой рекорд в базе данных на основании этого не создается. Наоборот, то, что вы ввели, сравнивается с тем рекордом, который есть в базе данных, конкретно с тем местом в этом рекорде, где идет речь о логин и пасворд, и там уже, соответственно, в зависимости от соответствия или несоответствия, принимается решение пропустить вас дальше или нет. То есть поле, которое нельзя оставлять пустым, не всегда является required field. Вот о чем я хотел вам сказать. Не всякое поле, которое должно быть заполнено, является required field. Required field это только поле, которое у нас в форме, которая нужна для того, чтобы создать рекорд в базе данных. То есть это как бы общепринятое употребление. Я понимаю, что есть люди, которые употребляют как хотят, и они сами себе и царь, и бог, и поручик Иржевский. Но, в общем-то, если вы хотите находиться в рамках каких-то общепринятых, то не называйте всякое пустое поле, которое нужно заполнить, required field. Это не обязательно так. Значит, возвращаемся к нашему вопросу. Итак, у нас есть какая-то форма. И вот в этой форме есть поле zip code, и это required field. Вот мы только что видели такое, правда? Вот у нас поле zip code. Давайте я как-нибудь ее обновлю, может быть, эту формочку. Вот так как-нибудь. Да. Вот у нас есть поле zip code. И оно required. Вот астериск нам говорит, это required field. Значит, вопрос был в том, какие тест-кейсы мы напишем, чтобы это протестировать. Ну, давайте я запущу какой-нибудь notepad. Вот так. Будем здесь собирать то, что по вопросу, поэтому мы скажем. Первое, что я вам скажу, и мы это обсуждали в прошлый раз, что каждый раз, когда вы задаетесь вопросом, какие тест-кейсы я должен написать, у вас есть несколько позиций, по которым надо определиться. Значит, первая позиция это requirements, да? Потому что тест-кейс это отражение requirements. Он не существует в космосе в каком-то. Понимаете? Значит, есть requirement, к нему test-кейс, requirement, test-кейс, requirement, test-кейс. Иногда бывает requirement так написан, что к нему нужно больше, чем один тест-кейс. Например, если вам говорят, вот в данном случае, что, скажем, поле zip-код принимает только цифры, да? Это, значит, сколько надо тест-кейсов? Вот интересно. Принимает только цифры. Уже как бы не отделаешься одним. Получается, что если там, сначала посмотрел, что с цифрами нормально, а если буква, а если там то, что там запятая, вот, да, уже получается. Это специальный класс special characters. Есть буквы, есть цифры, есть special characters. Вот requirements. Потом, когда мы тестируем, мы спрашиваем себя, есть ли какие-то preconditions. Прекондitions. Ну, давайте я даже вопросительный знак поставлю. Потому что мы задаемся этим вопросом. То есть должно что-то такое быть на месте, существовать, без чего мы не сможем тестировать. Например, в данном случае мы можем сказать, что нам мало иметь вот эту форму перед глазами. То есть пользовательский интерфейс. Нам важно, чтобы эта форма работала уже с тем, что сзади, там, при собачьем ног. То есть должен быть весь функционал на месте, иначе мы ничего не оттестируем. Иногда мы тестируем просто, как бы, глядя на то, что есть на картинке. Нам мало на картинке. Значит, precondition. Следующее, что у нас есть. Test data. Test data. Это то, что мы туда печатаем, вводим. Может быть, мы должны заранее что-то заготовить. Какую-то информацию, которая позволит нам полностью оттестировать то, что мы тестируем и так далее. И вот, когда все это есть у нас, вот тогда мы уже идем на test cases. Значит, что мы видим в вашем анализе? Вот оно, что значит. Знаете еще что? Прежде чем я буду читать. У нас все-таки есть такое место, это школьный форум, где мы наиболее такие распространенные вопросы рассматриваем более детально. Вот, в частности, тут есть вопрос о тестировании поля zipcode на веб-форме. Давайте мы туда зайдем и поглядим, с чего там начинается. Начинается там с requirements. Обратите внимание. Давайте я их отсюда возьму, и мы там посмотрим, значит, в нашем notepad. Вот requirements. Какие? Значит, это required field. Это мы знаем, да, у нас это в постановке задача было. Принимает пять значков. Я в данном случае, вот в данном требовании номер два, я не говорю каких значков. Я фокусируюсь на том, что их пять. Если вы захотите шестой напечатать, ну, наверное, он у вас просто не примет больше, чем пять. Это может по-разному быть сделано. Он может принять все, что угодно, а когда вы уже кнопочку нажмете, он может вам сказать, что у вас там больше. То есть, как бы способ, так сказать, отказа может быть разным. Но больше пяти, значит, туда не должно попадать. Он принимает пять, вот написано. А принимает только цифры. Видите, это такое более развернутое требование. Потому что я мог написать какое-нибудь одно требование, к нему было бы 20 тест-кейсов. Нет. Здесь сделано так, вот, чтобы минимизировать. Вот пять значков. Дальше принимает только цифры. Дальше вот мы отдельно говорим, что то, что мы туда вводим, в это поле, мы можем либо напечатать, либо сделать операцию пейст, да, скрипборда взять. Это на самом деле подсказка. В требованиях обычно такого не пишут. Это я просто вам написал, для того, чтобы привлечь внимание к тому, что то, что ты печатаешь, и то, что ты берешь скрипборда, не обязательно приводит к одному результату. Например, вот здесь я вот печатаю цифры, да? Цифры берет, причем пять берет. Вот не дает мне шестого. Хорошо. А буковки, если я начну печатать? Ну, вот так он еще и буковки берет. Смотрите на него. Вот уже мы нашли баг. Но он их брал пять. Он их не брал больше, чем пять. А давайте какие-нибудь special characters там, вот скажем, вот так. А нет, special characters не принимает. Тогда мы сейчас сделаем немножко иначе. Вот мы сделаем вот такие какие-то special characters. Давайте я его возьму copy. И я его сюда paste. Бум. Принимает. Причем мало того принимает, он их явно больше, чем пять принимает. Обратите внимание. То есть он принял весь стринг. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Он все восемь принял. А если я напишу, например, там, партнов, да? Ой. Партнов. Капи. Мы сейчас сюда его так paste. О, пожалуйста, вот вам весь партнов. О, пожалуйста, вот вам весь партнов. А так он принимал буковки. Вы помните, он буковки принимал. Я могу начать писать партнов, да? Он по ошибке, как бы, принимает. Но дальше. Видите, он склавиатурует у меня. О, не берет. А когда я делаю paste, берет. Пожалуйста. Соответственно, тут есть что исследовать. Тут нужно написать какое-то количество баг-репортов. И вот эти вот требования, которые здесь, они немножко учебный характер носят. Я специально обратил ваше внимание на то, что когда вы тестируете, вы смотрите не только на то, что вы можете туда с клавиатуры загнать, но на самом деле еще вот и операция paste может вам преподнести много приятных сюрпризов. И там, где касается превысить размер того, что в поле должно помещаться, и там, где касается запрещенных значков, тоже. Значит, если... А, он говорит, как он больше пяти. Он говорит, что больше пяти просто в поле не поместится. Error месседжа не будет. Он просто не примет. То есть тут конкретно расшифровано. Теперь, если от одного до четырех, то будет... Сообщение об ошибке. Ну, это когда вы там кнопочку нажмете. Где оно скажет, давай пять. И... Что тут еще? Да. Бывает так, что вот не всякие... Не всякая комбинация из пяти цифр представляет какой-то реально существующий зип-код. Обычно все эти приложения цепляются к API почтовой службы федеральной. И там это все расписано, там они на ходу определяют. И они говорят, вот если это так было, тогда должно быть какое-то сообщение, типа там non-existent, бла-бла-бла. То есть не просто вот там что-нибудь, а оно конкретно вам скажет, что такого зип-кода нет в природе. Вот такие требования. И... Давайте мы посмотрим на то, что вы пишете. Вот ребята пишут, да. Давайте возьмем что-нибудь... Так, я смотрю тут по времени, как оно идет. Сейчас, где тут начало, конец. Ага. Это самые последние. Давайте в серединке что-нибудь посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Я что-нибудь поменьше возьму, ладно? Но я не вижу, чтобы хоть кто-то начинал с требований. Обратите внимание. А нет. Вот тут есть человек. Есть человек. Ну-ка давайте возьмем. Посмотрим. Капи. Значит, еще раз. Когда мы идем на интервью, а мы сейчас решаем две задачи. Первая задача, как вообще надо тестировать, научиться надо. Вторая задача, как, зная, как надо тестировать, получить работу на интервью. Потому что интервью это такой вид деятельности, где вы конкурируете с другими. Как побить конкуренцию? Поэтому, если вы пришли на интервью, и вам говорят, ну вот как будешь тестировать там вот это? Вы говорите, ну, так сказать, в целях ответа на ваш вопрос, давайте мы скажем, что у нас есть вот, скажем, такие три требования. Requirements. Вот такие. В принципе, 99% людей, которые с вами разговаривают, в этот момент уже поняли, что вас надо брать. Потому что никто никогда так не делает. Посмотрите, вот на наши 95 ответов тут, которые у нас тут есть. Это интересно. Смотрите, из 100 там 16, значит, 95 приняли участие. 21 не стали вообще участвовать. О, как интересно. Значит, так. 95. Тоже, они уже на интервью не пришли фактически. Или сразу извинились и вышли. Значит, но те, кто, казалось бы, мог изучить материал, пойти посмотреть, мы же рассказываем, как это делается, страничку эту вам дали и так далее. Могли бы выучить как надо. Но они не выучили. Они вот, видимо, от себя, так как-то вот от души. Они такие интуитивные тестеры. Поэтому, если вы пошли на интервью, и вы не интуитивный тестер, а вы такой тестер, как бы сказать, профессиональный, да, вы показываете, вы демонстрируете этот профессионализм. У меня когда-то, знаете, я когда начинал всю эту школьную деятельность, а у меня еще в памяти были свежи лозунги советской эпохи. И вот там был такой, пятилетки качества, рабочую гарантию. Вот был такой момент. Ну, я не хочу идти в историю, но вот было такое. И я по аналогии такой лозунг сочинил для наших студентов. Значит, качество американского софтура, русскую гарантию. Это был первый. А второй, уже как бы познакомившись с реалиями этого всего, второй был более мрачный. Он был лозунг «Превратим юзеров-абьюзеров в тестеров-молестеров». Так вот, друзья, вы не хотите быть тестером-молестером, вы хотите быть просто тестером. Значит, хорошим. «Пререквизитс» — это не «Пререквизитс», товарищи. Это «Requirements». А «Пререквизитс» — это то же самое, что «Прекондишнс». «Пререквизитс», давайте я напишу. «Пререквизитс» — это то же самое, что «Прекондишнс». «Пререквизитс» — это «Преквизитс». Значит, у нас тут появилось сколько? «Три реквизитс». Значит, «Зип-код» — это 5 digits. Видите, он сразу два реквизита в один поместил. То, что 5, и то, что это digits. Хотя, с другой стороны, он тут же написал Only digits are allowed. Это как бы такие requirements, типа, как бы дублирующие друг друга. В дубляже проблемы нет. Когда противоречивые requirements, тогда проблемы есть. А когда они так, немножко избыточные, ну, тоже. Empty zip code, not allowed. Да, в нашем случае это называется required field. Required field. Не просто empty, not allowed, а это required field. То есть, record не создастся, и, собственно, в нашем задании написано было, что это required field. Хорошо, какие у нас... Но это не важно. Человек пришел с какими-то требованиями. Он говорит, вот у меня вот такие requirements. А вот мои test cases, которые являются отражением вот этих requirements. Поехали. Positive. Значит, вводим раз, два, три, четыре, пять. Expected result. System accepts the zip code. Окей. Zip code accepted by the system. Ну, хорошо. Я бы не стал вот тут, вот тут писать ни positive, ни negative, потому что это как бы отдельный вопрос. Вас спросили, какие test cases будешь делать? Ну, так и говорите про test cases. Мы же не анализируем, каким образом вы их сочиняете, что вы ставите на первое место, потому что, если бы вы ставили на первое место что-то, то это был бы не positive, а это был бы то, что называется happy path. Happy path. И этот happy path, если он не прошел, то вы остальные test cases уже можете не делать, они никого не интересуют. Понимаете? То есть, если вы уже пошли в эту сторону, это отдельный разговор, и он вполне разумный, но вы не провоцируете людей отдельным разговором. Понятно, да? Вас спросили test case, вы даете test case. Вы не комментируете вот это вот. Это не... Как бы так, надо минимизировать ответ на вопрос. То есть, отвечать на вопрос и только на вопрос. Если им интересно будет еще что-то, они спросят. Но вы не открываете какую-то дверку к каким-то разговорам, в которых, может быть, что-нибудь выяснится не то. Не надо пока. Это мастера так могут делать. Знаете, я когда пацаном был и, значит, там боксом занимался, и вот у нас там был дядька один, он был мастер спорта, и он, знаете, так руки держал широко, вот буквально вот прямо лупи его в живот, а у него были очень сильные мышцы вот эти вот на животе, брюшного пояса, очень сильные. То есть, его можно было молотить туда, он непробиваемый был. И он специально открывался, провоцируя кого-то стукнуть туда. Вот он стоял вот так вот и думал, ну что же не стукнуть? А когда ты стукаешь, ты сам открываешься. Вот еще раз. Сам открываешься. И в этот момент он его и доставал. Поэтому, когда вы будете мастером вот в этом виде бокса, вы будете стоять такой открытенький, ну-ка подходи, бамби его побалдели, и упаковал. Понимаете? Сейчас вы не нарываетесь. Вот мой совет такой. Не нарываетесь. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, если уже вы пишете позитив и особенно хэппи пасс, вы не говорите 1, 2, 3, 4, 5, а вы берете какой-то реально существующий зип-код, про который вы точно знаете, что это существующий зип-код. Вот я про 1, 2, 3, 4, 5 не знаю. Но я, например, знаю, что мы находимся в 94, 0, 22. Это зип-код города Лос-Алтас, где мы сейчас находимся. Вот мой офис. Я могу написать. Вы можете, если вы не знаете какой-то, мы скажем, будем считать, что вот этот вот, у вас тогда появится тест-дейта, правильно? Тест-дейта. И вот, значит, в качестве такого хэппи пасс зип-кода у вас в этой тест-дейте будет вот это. Значит, expected result, system accept зип-код. Да, то есть нет никакого, так сказать, противостояния, нет сообщения об ошибке и так далее. Значит, зип-код это 5-диги. То есть вы говорите, если у меня зип-код состоит из 5 цифр, и это реально существующий зип-код, соответственно, система его принимает. Дальше вы говорите, значит, а что если это не 5, а 4? То есть это цифры, но 4. Expected result. Система не дает error, а, значит, это называется error message. Error message обычно там что-то такое существенное о сути вопроса. Я не туда написал, да, сейчас, я извиняюсь, здесь тоже будет error message. Значит, error message, ну, что-нибудь, что-нибудь не обязательно это должно быть точным, но, но, как бы сказать, приближенным к ситуации. Error message, там, например, please provide, please provide five digits zip code. На самом деле, мы provide, да, значит, мы можем взять этот message и скинуть его на самом деле и вот сюда тоже, да, когда вы попробовали сделать шесть. Теперь, что вы сделали? Вы взяли, заменили одну цифру на буковку. Ну, хорошо, значит, expected result, system gives, ну, так, error message, снова. Мы говорим error message, какой, ну, что-нибудь, я так, условно, там, условно, digits only, что мне не очень нравится в этом деле, значит, у вас есть empty zip code field, да, required field, и у вас нет на него тест кейса. Так. Если вы уже не делаете тест кейс, вас никто не заставляет писать сюда этот requirement, но если вы уже его написали, так уже дайте мне тест кейс. Дальше меня немножко напрягает отсутствие цели тест кейса. Вот у вас есть, давайте я попробую так написать, у вас есть ID, дальше по табелю о рангах должен был быть там title, да, или там purpose, как хотите назовите, но у вас он отсутствует. После чего уже у нас начинается, ну, там, instruction, да, мы не любим называть это словом step, хотя многие называют instruction, после этого будет expected result, да, expected, result, значит, у вас структура нарушена здесь, значит, tab, значит, так, сейчас мы, вот эти вот, 94.022, это на самом деле ваша instruction, ну, давайте мы, так, место больше даем, это и есть ваша instruction, а expected result ваш, значит, system accepts, ну, пусть будет так, я бы переписал, конечно, ну, пусть будет, значит, или там, я бы написал zip code, zip code accepted, кем accepted, чего accepted, system, я даже не хочу вот этих слов говорить, ну, вот оно кем-то accept, кто есть там, тот и accepted, теперь title, да, какой тут был title, title у нас был existing, ну, или, допустим, existing valid, да, valid, или пусть будет просто valid, хорошо, пусть будет valid, вместо малых, пусть будет valid, valid zip, и, тогда моя instruction, говорит, вот там, 94.022, там, допустим, ну, хорошо, это реальный, все, все у него путем, значит, тут у нас что, expected result, zip code accepted, здесь у нас что, здесь он будет invalid, да, здесь у нас будет four, four digit zip, так, и как ты это делаешь, да, вопрос, а вот так, я говорю, три, четыре, ой, один, два, три, четыре, здесь я, так, вот, говорю, error message, вот такой-то, хорошо, давайте, приподниму, значит, здесь у нас, чего будет, у нас будет six digits, да, six digits zip, error message, please provide five digit zip code, четвертый, значит, а это что у нас, это будет invalid, почему invalid, потому что там, буковка, да, значит, zip, ну, хорошо, zip letter, да, с буковкой, вот так, мы берем буковку s, пусть будет s, что мне нравится, он не стал все пять, а, цифр, заменять на буквы, он заменил одну единственную цифру на букву, то есть, минимальное видоизменение того, что правильно, по минимуму берем, то есть, вот, let, let, господи, что же я тут пишу, так, error message, такой-то и такой-то, после чего, значит, надо было бы там сделать ID номер 5, да, и он должен был бы быть, например, empty field, empty, там, zip code, я могу, например, здесь сказать required, я могу сказать required, то есть, фишечка, которую мы тестируем, называется required, хотя у вас его нету здесь в requirement, или, нет, или есть сейчас, empty, а, нет, есть, есть required field, вот, то, что осталось без тест кейса, required, значит, я пишу, я пишу, empty, empty field, ну, пусть будет, empty field, empty string, как хотите, вот, а дальше я говорю, required, required field, required field, где у меня там пропало все, error message, required field error message, ну, у нас больше, prerequisite, так, у нас больше тут требований, да, у нас, давайте мы возьмем то, что здесь было написано, и посмотрим, как у нас там было написано, copy, окей, перенесем сюда, тест кейсы, давайте, к нашим тест кейсам бросим, к нашим требованиям, наши тест кейсы, что мы говорим, ну, я тут сказал positive, но, давайте я уберу, чтобы быть последовательным, значит, мы говорим, existing, то есть, существующие, да, five digits, это, title, да, это что я делаю, значит, это как я делаю, 94040, это тут через дорогу, Mountain View, чего я ожидаю, accepted, теперь, non-digit, но, специфически, с буквой, потому что, non-digit, может по-разному быть, значит, вот буква O, да, вместо нолика, я взял букву O, я могу взять букву O за главную, может быть, так даже веселей будет, вот, они отличаются отсутствием в букве O, вот эти пересекающие черточки, и вообще не отличишь на глаз, правда, вот, я говорю, non-digit, через буковку, следующий у меня будет non-digit, non-digit, со special character, special character, и вот я вместо нолика взял вот этот add sign, собачку, вот эту взял, хорошо, теперь, zero characters, no input, no input, что я туда пишу, ничего не пишу, required field message, в кавычечке я себе поставлю, так, required field message, оп, sorry, required field, и там, что там еще к нему будет, теперь, меньше пяти, пожалуйста, значит, мы говорим, вот, ой, вот так будет, и, чего мы ожидаем, ну, нам напоминают про пять, что должно быть пять, теперь говорю, видите, я говорю, type more than five, and paste more than five, то есть, я печатаю, помните, у меня требования были, что, можно, нужно, он должен себя правильно вести, и когда печатаешь, и когда, paste делаешь, так вот, я беру шесть, я, я пытаюсь напечатать шесть, но он принимает только первые пять, потому что у меня требования есть, что принимают, что он не берет больше, да, он не берет, он просто не принимает, без ошибки, без ничего, просто не принимает, вот я тестирую, теперь, следующий у меня тут был, paste more than five, отлично, значит, что-то я не понял, секунду, да, это тоже с пятеркой, конечно, здесь, такая же пятерка должна быть, теперь я то же самое, но я его paste, а он говорит, accepted, нет, 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 он то же самое должен сказать, тут, понимаете, как мне интересно получилось, 90, надо пойти поправить, 94, 0, 40, accepted, да, то есть, я впечатываю, или я делаю paste, оно все равно должно принять одно и то же, не берет, больше, чем 5, теперь, я говорю, а если поле, не существует, если zip-код не существующий, то есть, он не существующий, он five digits, но он не существующий, вот пример, не существующего zip-кода, и мне какое-то сообщение об ошибке, вот дают, что там он, такой не существует, это тест-кейсы, 8, вот к тем 7 требованиям, которые были написаны, вы скажете, а почему было требование 7, а этих 8, потому что, кроме цифр, у нас есть два класса, не цифр, да, у нас есть буквы, и у нас есть special characters, поэтому добавился еще один тест-кейс, вот когда мы сказали digits only, да, digits only, и ввели правильный zip-код, мы digits проверили, но осталось проверить буквы и special characters, понадобилось еще два тест-кейса на это дело, вот из-за этого, вот они более-менее тут есть, давайте мы пойдем в ваши дела и возьмем что-то без требований, но может быть какие-то разумные тест-кейсы, очень часто люди пишут разумные тест-кейсы без того, чтобы какие-то требования там или что-то, если вы напишите хорошие тест-кейсы, никаких претензий у вас никому не будет, к вам не будет никогда претензий, но, как сказать, начинающие люди обычно, они что-то не то делают, вот в этом проблема, так, тут такой интересный позитив, первое, введи существующий zip-код, второе, нажми enter, record the result, не, это не тест-кейсы вообще, это из какой-то другой области, все-таки у тест-кейса структура какая-то есть определенная, он не пишется так вот от, знаете, по зову сердца, так, тут говорят, принимает цифры, не принимает буквы, не принимает special characters, а, принимает 6 цифр, не 5 и не 7, ну, видимо, имелось в виду, что принимает 5, ни 4, ни 6, наверное, так, ну, это не совсем тест-кейсы, да, значит, вопрос-то был, напишите тест-кейсы, потому что есть другой вопрос, есть вопрос, как будешь тестировать, когда говорят, как ты будешь тестировать, то весь формат тест-кейса сводится к тому, что ты будешь делать, вот, к тайтлу, title, ну, и может быть, еще и expected results, значит, я посмотрю, что принимает цифры, то есть, я говорю, что я жду, что принимает, да, и здесь тоже, как-то rejected letters, да, он не просто, как посмотрю, что с буквами, он говорит, я хочу, что, я хочу видеть, что они не принимаются, то есть, все сводится уже к тайтлу и к expected, к ожидаемому результату, но это ответ на вопрос, как будешь тестировать, ответ на вопрос, напиши тест-кейсы, предполагает написание тест-кейсов, что немножко другое, ну, да, замечательно, мы потратили какое-то время на это дело, но я просто хотел, как бы, на маленьком таком примерчике показать, как это все происходит и в жизни, и при интервью, значит, так, нам удалось что-то посмотреть, понять, какие у нас тут, если нам изначально дается то, что можно тестировать, то есть, успешный вход при корректных вводных данных проверен, то разве не достаточно проверить на required, чтобы на поле пустое вылазила ошибка, ведь о большем не спрашивается, я, честно говоря, не понял, что тут написано, я не проникаю в содержание, значит, насчет того, что спрашивается о большем или меньшем, мы читаем эти requirements, и мы говорим, ну, вот, значит, об этом спрашивается, вот, чего там написано, то и спрашивается, если нам не нравятся эти requirements, если мы считаем, что там что-нибудь надо было бы спросить, и они не спросили, или надо было бы там указать, они не указали, мы пишем баг-репорт, и говорим, неплохо бы в requirements добавить, вот это то, что мы называем validation, да, когда мы реагируем не на то, как запрограммированы требования, а на то, какие сами эти требования, когда мы смотрим, как запрограммирован вот этот функционал, это verification, а когда мы смотрим, минуточку, а что, собственно, что это они от нас хотят, да, и мы на это жалуем, то это будет validation, поэтому, кроме того, бывают очень часто ситуации, когда какая-то интерпретация присутствует, спрашивают они о большем или о меньшем, или вообще спрашивают они хоть о чем-нибудь, это уже там, вы когда в команде работаете, то там есть какие-то свои правила игры, которые могут сильно отличаться от правил игры в другой команде, но когда вы пришли на интервью, и вам что-то дали, говорят, ну вот как будешь тестировать, они же не проверяют вашу способность, там, какие-то тонкие вещи делать, это тоже будет, но это потом будет, когда будете на какую-то очень серьезную позицию идти, уже там через несколько лет, там могут очень сложные вещи спросить, но в данном случае, он тестер или он не тестер, он такой интуитивный тестер, или он понимает процесс, процедуры, структуру, документацию, такие вот вещи. Буквы в зипе не баг, пишет нам Антон, например, зип-код в Канаде у Ванкувера с буквами. Антон, есть такое понятие, как требование. И наш курс, значит, рассчитан на рынок труда в Соединенных Штатах. Соответственно, все это привязано к Соединенным Штатам. Я, например, могу предположить, что где-то в какой-то другой стране, назовем ее Зензибар, можно туда написать, например, и черточку тоже, которая является special character, а мы вот об этом не сказали, и вы не сказали, обратите внимание, Канада к этому делу не имеет вообще никакого отношения. Это путь в никуда. Вот эта логика пути в никуда. Значит, сосредоточьтесь на существенном, а не на том, чтобы, ну вот, вот то, что вы делаете. Так, а тут, кстати, вот Александр, да, отвечает. Да, значит, промотайте все ответы, пожалуйста. А зачем? На здоровье, я говорю. Actual Result не обязателен. Тут есть тонкость такая. Дело в том, что Actual Result мы не можем получить никак иначе, кроме как выполняя тест-кейс. Больше того, вот у меня есть один тест-кейс, вот я его написал. И expected result не меняется, вот он есть. После чего этот тест-кейс выполняется много раз, в самых разных обстоятельствах. И вот столько раз, сколько мы его выполняем, столько раз у нас будет Actual Result. Я не могу планировать Actual Result. То есть, когда я планирую, я планирую то, что должно получиться. А то, что получится, я планировать не могу. Это неуправляемый процесс. Поэтому, если вы, например, придете на интервью и напишите там expected result такой-то, а Actual такой-то, то вопрос возникает, вы когда-нибудь в жизни вообще тест-кейсы видели? Вы когда-нибудь выполняли тест-кейс? Может быть, вы книжку читали, но не поняли? Понимаете? Это характерная ошибка человека, который на курсы ходил, там, знаете, что-то там слышал, ну, как это говорить, слышал звон. Вот, это ошибка человека, который слышал звон. Не может быть Actual Result до того момента, пока вы не выполняете тест-кейс. Больше того, до момента, пока вы не выполнили тест-кейс, вы не можете сказать, он fail или pass. Потому что это происходит одновременно. Когда вы видите Actual Result, вы сравниваете его с Expected, и вы говорите, если они совпали, значит, pass, а если не совпали, значит, fail. Это все происходит в один и тот же момент времени. Поэтому есть то, что мы делаем при планировании, когда мы пишем тест-кейс, и есть то, что мы делаем, когда мы выполняем тест-кейсы. Поэтому Actual Result обязателен, когда вы выполняете, а когда вы планируете, это исключено. Ну, то есть, просто исключено. Да. Четыре или шесть. Почему эти данные называются ZIP, а не цифры? Почему данные называются ZIP? Нет, ZIP это почтовый индекс. Это почтовый индекс. ZIP code. Вот, допустим, я жил там в Москве, и у меня был почтовый индекс, когда-то я еще маленький был, назывался Москва Е116, потом заменили буквы цифрами, стало 111, 116. Вот это ZIP. Вот в Америке это называется ZIP. Вот то, что вы называете почтовым индексом, называется ZIP. Вот, а почему цифры? Я не знаю, почему в СССР они были цифрами, и сейчас в России цифры. Вот так как-то вышло. Хотя было время, когда в СССР там была буква, и к ней цифры. Я не знаю, почему-то они так вот делают. Так, смотрим, что у нас тут. На стадии написали, так. Ну, хорошо. Все тест-кейсы все писали, по какой книге. Я не знаю, кто как писал, по какой книге. Не лучше ли после вопроса напишите тест-кейс и спросите, есть ли требования. Вы знаете, что я в своем, как бы, так сказать, понимании этого процесса немножко так, как менял точку зрения. Было время, когда я примерно так же рассуждал. То есть, мы знаем, мы знаем, что, когда вы придете на интервью, и вам скажут, напишите тест-кейсы для функционала логин-пасворд, и вы спросите их, а требования есть, они вам скажут, у них нет. Они скажут, ну, вот как понимаешь, так и напиши. Ни при каких обстоятельствах вам требований никто не даст. Больше того, если вы начнете настаивать на требованиях, тут, понимаете, мы сегодня в таком мире здесь живем, что существенное большинство компаний, не то, что там на интервью, а когда вы на работу придете и скажете, а есть какие-то требования, они скажут, ты знаешь, нету, или ты знаешь, были, но потом так быстро все менялось, в общем, конечно, где-то фан, может быть, мы можем найти, но ты действительно не хочешь на него смотреть, потому что там абсолютно все не современно, и так далее, и так далее. Отсутствие требований это просто факт жизни. Поэтому, чем больше мы движемся в agile, вот в эту сторону, тем меньше имеет смысл сказать людям, а требования есть? А как же вы пишете тест-кейсы без требований? О, милый, да ты не профпригодный? Понимаете, они вот так и пишут без требований. И это норма сегодня. Поэтому, я бы не сильно настаивал, я бы предложил что-то. Это гораздо больше соответствует вот текущему моменту, вот состоянию индустрии сегодня. Поэтому, я когда-то тоже там сказал, требования есть, я знал, что требований нет, но я хотел показать, что я начинаю с требований как человек профессиональный. Сейчас я предлагаю это делать иначе. Сейчас я не делаю их виноватыми, что у них требований нет. Никто не хочет быть виноватым, правда. Значит, я им говорю, ну, как бы, в связи с тем, что вопрос задан, как бы, с целью ответа на вопрос, ну, давайте возьмем там пару требований, вот там, раз и два. И вот напишем там, под них там, пару тест-кейсов. Я тем самым им говорю, что я не пишу тест-кейсы от балды. Я тест-кейсы пишу от требований. Когда требований нет, я могу предположить что-то. То есть, я активен в этом плане. И это то, вот, как тестеры сегодня работают. Да, хорошо. Значит, идем дальше. Как правильно формировать тестовые сценарии? Я, честно сказать, даже, это, я не знаю, что это такое, вы сказали, тестовые сценарии. Мы поговорим сегодня. У нас там будет еще впереди вопрос на эту тему. мы поговорим. Давайте, мы отложим пока. Не должны ли тест-кейсы быть очень подробными и иметь шаги, куда вводить, в какое поле, в какой части. Безусловно, тест-кейсы должны быть достаточно подробными, чтобы их можно было выполнять. Более того, тест-кейсы, хороший тест-кейс, например, с моей точки зрения, это такой, который можно просто автоматизировать. То есть, он должен быть достаточно подробным, чтобы не только человек мог сделать, но чтобы человек, который вообще не очень знает, что там происходит, мог пойти автоматизировать этот тест-кейс. Это как бы одно из требований. Но еще раз, одно дело на работе, на работе проще, потому что вам говорят, что делать, конкретно, что от вас ожидается. Вам скажут более подробно, менее подробно, с этим или с этим, какие поля, там могут быть другие, немножко поля, и так далее. На работе проще. Просто делаешь, как у них. А когда ты на интервью пришел, вы не хотите там полчаса им этот тест-кейс рисовать. Вы так показали некоторую квалификацию и дальше пошли. Рекорд все равно сгенерируется 6 или вы протолбиться с салон с required field или данные без астериска будут жить в коде странички. Рекорд никак не сгенерируется. Значит, в нашем случае, вот, по-разному может быть сделано, но вот в нашем конкретном случае, вот тут, если я там написал, чего-то написал, потом нажал кнопочку, так, вот я нажал кнопочку, и что происходит? Никакой проверки данных на соответствие чего бы то ни было, вот здесь не происходит. в коде странички этой проверки нет. Я нажал кнопочку, она отправилась туда на бэкэнд. На бэкэнде посмотрели и говорят, ой, ребята, и отвечают нам, что нужно поправить, прежде чем вот это вот аппликейшн, которая там сидит, примет это и запустит на формирование рекорда. уже, да, уже, значит, с аппликейшн сервера там сформируется, пойдет на дейтабейс сервер, и там все это общение пойдет и так далее. Оно не прошло, его не пропустили, понимаете, ОТК не принял. Вот, вот ОТК бэкэнд нам говорит, вот пока этого не будет, я не могу это принять и не могу сделать рекорд. Это, это именно вот это и значит. Никакого рекорда нет. Так, ну что, хорошо, смотрите, мы один вопрос всего, а такое ощущение, что мы целый час по нему тут гуляли. Я, я надеюсь, что с пользой. Так, идем дальше. Так, ооо, сколько тест-кейсов нужно для того, чтобы протестировать email field? Окей. Давайте вот что сделаем, господа. Я вам дам подсказку, а вы еще поработаете над этим, ладно? Значит, мы с вами отправимся на, на Википедию и на Википедии я напишу email address. Email address. Почему я это делаю? Потому что адрес, email address имеет определенный формат и имеет массу всяких требований к нему. Я же вам не сказал требований, правильно? Поэтому вы говорите, вот как бы я тестировал, не зная требований. Ну, а зачем? Не знаю. Вот, пожалуйста, вот начинается. Вот синтекс. Да? Вот, пожалуйста, значит, формат email адреса, адрес электронной почты, вот такой. Сначала какая-то local part, потом domain. Хорошо. Где local part может быть до 64 значков длины, так? О, как. Уже кое-что мы знаем. Уже сразу раз тест-кейсы пошли. Теперь, домейн, может быть до 255. Значит, опять сразу раз, уже пошли мысли, как тестировать. Значит, формальное определение, вот тут есть ссылка на документ и так далее. И вот теперь local part, да? вот local part. Значит, принимаются заглавные и прописные латинские буковки. Значит, да? Заглавные A to Z, маленькие, да? Прописные A to Z. Цифры от 0 до 9, special characters принимаются, но не все. Обратите внимание, что не все special characters принимаются в этом поле. поэтому надо протестировать, что вот те принимаются, а те, которые не надо, не принимаются. Точка. Да? Значит, при условии, что это не первый и не последний значок. Оп-а-на! Значит, надо посмотреть, а что будет, если первый, а что, если будет последний? Unless quoted, а что, если я кавычки поставлю, тогда пройдет, не пройдет? Вот вам все requirements, вот они есть. Вам тут даже целую кучу всяких вот, они говорят, examples, например, вот какие valid, да? А какие invalid? Но, это не полная перечень тест-кейсов, которые только могут быть. Хотя, это уже какие-то тест-кейсы, безусловно. Больше того, то приложение, которое вы тестируете, может жестче, или более жестко, или менее жестко относиться к тому, что это validation, вот email address validation. То есть, по каким параметрам проверяется, а по каким не проверяется, а берется как есть. Это кто-то же должен запрограммировать там, ну, или взять готовое, что-то там подставить сзади. Но, во всяком случае, должен быть код, который делает вот этот самый validation. И, тут уже зависит от тех требований конкретных, которые есть у вас в компании. Но, когда я смотрю на то, что тут ребята пишут, ну, да, введи, значит, valid email, оставь поле пустым, введи неправильный формат, и тогда там 4-5, ой, что вы, господа. Да, это не ответ. 3, 1 positive и 2 negative, это вообще не ответ. Вас же не спросили, сколько каких. Вас спросили, какие тест-кейсы, или там, сколько тест-кейсов. Да, ну, оценку какую-то дать, я не знаю. Ну, может быть, может быть, с точки зрения оценки, может быть, это и не страшно. Но, на всяком случае, это не 2, и не 3, и не 5. Это все-таки неплохо было бы пойти и подразобраться. Да? Вот тут у нас есть люди с большим тут каким-то объемом чего-то, почему я эту задачку вам дал, чтобы, о, 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 смотрите, у нас тут человек пошел, 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 так, молодцом, молодцом, да, поработал, поработал. Вы, конечно, на интервью этого не сделаете, но на работе вполне, так, значит, молодец, молодцы. я не хочу на это тратить время на уроки, но просто я вам как бы показать, что вот есть такие задачки тоже. Какие у нас наиболее общие компоненты в формате тест-кейса? Обратите внимание, что вот, да, я говорил уже, но я еще раз вам напомню, что если вопрос кажется очень простым, то там где-то есть подвох, то есть надо внимательно читать, внимательно, внимательно надо читать. В данном случае подвох состоит в том, что мы не спрашиваем про тест-кейс, когда вы его пишете. Мы не спрашиваем про тест-кейс, когда вы его исполняете. А вообще тест-кейс, вот тест-кейс как вот в наиболее полном как бы его виде, без уточнений. Поэтому что мы имеем? Давайте посмотрим. То есть вы можете с одной стороны просто неправильные элементы указать, вот скажем steps to reproduce, да? Причем мы в прошлый раз уперлись в эти steps to reproduce, и я говорил, что steps to reproduce есть только в баг-репорте. Ничего такого, чтобы reproduce, в тест-кейсе нет. Сама идея, чтобы там что-то reproduce, отсутствует. В баг-репорте есть steps to reproduce, поэтому каждый четвертый там бравший тест, он взял и ошибся. Он какую-то чуждую нам вещь посчитал частью тест-кейса. Requirements. Requirements не являются частью тест-кейса. То есть мы говорили о том, что вот title, purpose в каком-то смысле является отражением requirements, да? Собственно, что мы такое тестируем, но это не requirements. Requirements не могут быть частью тест-кейса. Вы можете придумать какой-то свой формат, например, то есть это не исключено, но это не то, как люди делают, и не то, как как бы принято это широко. Значит, ID. Ну, ID тут тоже не 100%, обратите внимание. Ладно. Actual result. Смотрите, что творится. Actual result. Это хорошо, потому что мы не сужали задачу, мы не сказали на этапе планирования. На этапе планирования, если бы был вопрос, то actual result был бы ошибочным ответом. Но на этапе, но без указания этапа, конечно, actual result обязательно там. Expected result. Причем, больше людей говорят, что expected, чем actual. Смотрите, как интересно. То есть, ну да, expected, он как бы всегда есть, да, и при написании, и при исполнении. А actual, он только при, исполнении. Поэтому вот, может быть, какая-то путаница произошла, я не знаю, но вот, пожалуйста, мы с вами видим Purpose 46%. Это же надо так. Requirement 23, а тут 46. А как же тест-кейс без Purpose-то? А для чего тест-кейс? Что тестируется? Steps for bringing the application from default-based state to the verifiable state. Инструкция. Вот это вот, то, что мы, то, что вот у нас люди хотели назвать steps to reproduce, да, ошибочно, правильно называется вот эти steps, или мы называем это instruction, steps for bringing the application from default-based state to the verifiable state. Окей. Вот там, где мы verification делаем. Говорим, да, pass, fail, actual, expected. формат и стиль написания тест-кейсов, значит, что мы об этом можем сказать? Все используют один и тот же формат. Нет, это не так. Это не так. 8% считают, что это общее для всех. Это не так. 3-4 основных формата используются в основном, большинством компаний. Надо сказать, что я лично верю, что это так и есть. Но никаких оснований утверждать, как бы, у меня нет и отрицать нет. Ну, просто из опыта общения с большим количеством людей я пришел к выводу, что вот 3-4-5 форматов это при всех различиях в том, что люди говорят и обсуждают и так далее. В основном вот сводится к этому. Но это не то, что мы можем сказать, вот там написано или там какое-то исследование показало. Нет, это чисто так вот из моего эмпирического опыта. Каждая компания может себе задать свой формат. Это правда. Это правда. За исключением организации работающих под крылом разных правительственных учреждений. У нас тут два таких наиболее мощных. Это Министерство обороны и Food and Drug Administration. То есть Food and Drug Administration контролирует пищевую промышленность. Самое главное для нас это фармацевтическую, медицинские приборы. Там очень много тестеров работает, там очень много проектов и так далее. Вот у них все расписано. Вы не будете там говорить имеет смысл поменять формат или ввести лишнее поле. Там все абсолютно расписано. И надо сказать, что имеет значительные отличия от того, что делается просто в софтвер-индустрии. Не то, что уж прямо так, как там небо и земля отличия, но тем не менее могут отличаться сильно. Каждая компания, которая не под крылом чего-то, что дает им сверху, спускает сверху как, значит, каждая компания может делать все, что угодно. Каждый QA Team может делать. В общем-то да. В общем-то да. На каждом проекте может быть по-разному. Легко. Вот я был менеджером, и у меня было две группы продуктов, которые мы тестировали. Одна группа это были программируемые мышки и трекболы. То есть это фактически такой, знаете, там чип, внутри стоит микросхема, все это прошита туда программка. Это совершенно не то же самое, знаете, как там каждый день релизы делать. Это очень специфическая такая вещь. И там очень много ошибок приходит от пользователей, потому что у пользователей может быть невероятная комбинация всяких драйверов, на компьютере и всякого софтура, который там перехватывает что-то на низком уровне. Вы себе не представляете, какой это бывает кошмар иногда. Поэтому там и форма баг-репорта совершенно другая была, потому что иногда дополнительная информация нужна. Кто нашел, где нашел, как его сконтактировать, знаете, и так далее. А вторая группа продуктов это был, сейчас бы мы это назвали Personal Information Manager. То есть такой софтвер, в котором вы ведете учет своих аппойтментов, дел, которые нужно сделать, органайзер такой. Совершенно все разное было. И тест-кейсы были разные, и баг-репорты были разных форматов и так далее. То есть по здравому смыслу. Так, что еще есть? Business Requirement Document определяет, как-то влияет на эти тест-кейсы? Никак не влияет. Вообще никак, никакой связи нет. Тот же формат, что в тест-кейсах, но тут никто не купился. Никак не может быть тот же, вообще никакой связи нет. Это абсолютно не связанные. В прошлый раз кто-то спрашивал, где граница между, я не помню, чем и чем, но я ему говорю, ну вот как, между границей между Российской Федерацией и Танзанией, ну потому что они не соприкасаются. Понимаете? Дело не в том, что где граница, дело в том, что границы нет. Она отсутствует. Хотя, безусловно, всякие две вещи, вы когда на них посмотрите, вы можете увидеть что-то общее, и даже есть две вещи, которые абсолютно, казалось бы, идентичны, всегда можно найти что-то такое, что их различает, там, и так далее. То есть, конечно, зависит от угла, под которым ты смотришь, но есть тот угол, под которым я рассказываю, поэтому, вот под этим углом, есть вещи не пересекающиеся. То же самое вот здесь формат и стиль тест-кейсов и юз-кейсов. Я даже представить себе не могу, что там между ними может быть общего, но, ну я не знаю, но может быть кто-то, кто-то видит, что-то общее, я не знаю, я не вижу. Напишите, три или больше позитивных, да, позитив-тест-кейсов для логин-пасворд-диалога. Этот вопрос был прямо с интервью живого, поэтому так вот он, в нем есть некоторая закавыка. Дело в том, что здесь отсутствует указание на то, должны быть эти тест-кейсы функциональными, например, или в пользовательском интерфейсе. Нет ограничения никакого. Люди говорят, ну как же, позитив, ну вот, ну хорошо, вот я захожу со своим логином и пасвордом в свой аккаунт, все нормально, это позитив. Но остальное это все негатив, но вот я захожу не со своим логином, не со своим пасвордом, ну что там, где же там еще позитив. Вот, поэтому в этом есть некоторый, так сказать, вызов. Тут люди пишут requirements, valid login, valid password, displays in cut menu item, password, disave cut menu. Что-то здесь такое происходит. много всякого. Мы не тестируем интерфейс, мы функционал. Нам нужно три positive тест кейса. Три positive тест кейса. Мне просто трудно тут прочесть. Valid login, valid password, берем. А, второй тоже берем, что пасворд буллетами закрыт. Это позитив, это позитив, конечно. Так, и cut menu item на пасворд на поле пасворд disabled. Copy menu item disabled. Хорошо. Ну, вот тут надо остановиться, вот тут. Их сразу четыре. Можно было бы, например, посмотреть на, сказать, а у нас вот такое требование добавить, что, например, password case sensitive, то есть он, да, заглавная буковка или прописная, имеет значение. Если он case sensitive, и, а я потом взял, например, сейчас я думаю, тогда, нет, тогда это все равно будет покрыто отдельно в valid login, valid password, потому что valid должен быть case sensitive уже. То есть это у меня добавляет negative, но не добавляет positive. Ну, в общем, я не знаю. Ну, вот мы выкручиваемся из этого вопроса за счет того, что не было сказано четко это функциональные или еще какие-то. Но в нашем случае вот там user interface, да, item enabled, item disabled, или там буллеты закрыли, реальный введенный стринг, там, пасворды и так далее. Разница между тест-дизайном и тест-планом. О как! Ну, давайте поговорим. Значит, никто не говорит, что это одно и то же. Так, что-нибудь есть такое значительное? Тест-дизайн написан бизнес-аналистом? Никогда! Тест-план, сеньер, там, инженер, QA-щиками и менеджером. Бизнес-аналист вам ничего для тестирования писать не будет. Это абсолютно не имеет отношения к его работе. Вся тест-документация пишется людьми в QA-департменте. Что-то делают люди более серьезного уровня, там, и менеджеры, и лиды, и синьеры, там, а что-то и ребята, там, которые начинающие тоже пишут. Нам, вот у нас наиболее популярное последнее. Тест-дизайн это о том, значит, как наши тесты покрывают функционал, да, тест-каверидж. А тест-план это стратегический документ, да, стратегия, значит, там, что тестируем, что не тестируем, на чем фокусируемся, расписание, ресурсы, это правильно, это все правда. Тест-дизайн, в принципе, может быть даже частью тест-плана, например. Можно, можно тест-дизайн сделать частью тест-плана. Но, в общем-то, я, я вам уже говорил, что тест-дизайн можно себе представить, как дерево, а листочки, которые на нем растут, это тест-кейсы. То есть, вот эта, вся эта древесная структура приводит вас в какой-то момент к листочкам, к тест-кейсам. Вот, начиная от ствола и кончая самыми последними веточками, может быть, еще такими зелененькими, но они скоро, значит, затвердеют и станут древесиной. вот до этого уровня. Вот это тест-дизайн, то есть, чтобы ничего не забыть. То есть, задача тест-дизайна включить в наше тестирование все, что должно быть протестировано. Ничего не забыть. Вот это задача тест-дизайна и вот это, то, что называется тест-коверидж. Хорошо. Да, а тест-план, тест-план не должен никого приводить к тест-кейсам, там, или к чему-то такому. Тест-план говорит, вот у нас продукт, вот он примерно вот это делает. Мы фокусируемся вот на этом, на этом. Есть вещи, которые мы не в состоянии протестировать, например, вот это, вот это мы просто не можем, поэтому мы этим не занимаемся, а вот на этом мы больше внимания. У нас есть вот такие-то ресурсы, ну, не денежные, а человеческие. У нас есть там, мы хотим делать автоматизацию, для этого нам нужно вот это, вот это. У нас есть такое-то расписание, значит, первый этап такой, второй такой, третий такой. На этом этапе мы должны выдать вот это на втором, вот это на третьем, вот это. Вот это тест-план. Так, тест-сценария. Помните, да, вот мы там говорили, как там это было, сценарный тест-кейс или, да, значит, тут, кстати, большинство, я вижу, больше 50% как бы так правильно сказал. И я, собственно, говорил об этом на уроке, но я еще раз скажу, это стоит того. Я, извиняюсь, не знаю терминологии никакой другой, кроме той, которая вот тут на английском языке, вот конкретно, вот в Кремниевой долине, там, ну я могу сказать, что и по всей стране тоже, поскольку у меня ребята по всей стране, выпускники, и там, в онлайном классе, никто не говорил, что там как-то по-другому называть. Значит, есть понятие там, давайте так скажем, ноу, скажем, ноу-ноу, да, не говорим мы так, не хотим. Сейчас я объясню еще раз, тест, сценария, тест сценария, тест, скрипт, что там еще у нас, чекин, вот это три слова, которые лучше не говорить. Значит, вы, тест сценария и тест скрипт не определены универсально, то есть, люди используют эти слова, и я использую, но я когда использую, или там другие используют, мы находимся вот в какой-то небольшой команде, и у нас это имеет смысл, то есть, мы все говорим об одном и том же. Если я пришел на интервью, и там какие-то люди, и я не знаю, что они хотят сказать, и я не знаю, как они меня поймут, я не буду говорить сценарий, я не буду говорить скрипт, я не буду говорить там, ну, я как чекин, там, про чекать, я не знаю, как по-русски вы это скажете, но есть некоторые слова. Так вот, тест сценарий и тест скрипт просто не определены. Чекинг, это просто сленговая штука, такая бытовая, это не профессиональный язык. На бытовом языке у нас есть тестинг, да, на бытовом языке у нас есть, там, верификация, когда мы смотрим, насколько запрограммирована правильно та или иная фишечка, валидейшн, когда мы смотрим на требования и говорим, что надо бы подправить что-то. Вот это мы делаем. Я могу написать там make sure, да, что-нибудь, make sure. Когда люди говорят чек, там, что-нибудь, иди и чек что-то, они, скорее всего, имеют в виду вот этот make sure. Make sure это такой бытовой язык, это не технический термин, но вот чекинг, дело в том, что есть чекбоксы, есть чекинг-аккаунт в банке, есть какие-то такие термины, использующие вот этот вот корень и вот это слово, поэтому я бы не стал вот так нарываться. Тест сценарио, тест скрипт, значит, для меня, если я вне контекста слышу тест сценария, я думаю, что это какая-то такая, ну, многоходовка или там ходовка, что-то буковки выскакивают, многоходовка или, скажем, по-английски я бы это написал там как-нибудь multi-step тогда, multi-step, multi-step, test procedure, что-нибудь такое. Вот. Тест скрипт для меня это автоматизация. Значит, automated тест. Когда-то все эти автотесты кодировались на скриптовых языках. Ну, и так, и как-то слово скрипт, вот оно так вошло, даже он сегодня пишет на Java, например, который язык программирования. Он все равно говорит тест скрипт. То есть, что на Python, которые скриптовые, что на Java, которые не скриптовые. Все равно как бы тест скрипт. Поэтому все это так вот намешано, и если вы говорите тест скрипт, то, скорее всего, вы говорите про автоматизированное какое-то тестирование. Очень многие люди тест скрипт и тест сценария используют как синонимы, потому что в английском языке скрипт это в общем-то и есть сценарий. Я не знаю из каких языков это пришло в английский, из какого языка пришло сценария, из какого языка пришло слово скрипт. Манускрипт, наверное, что-то греческое, я не знаю, откуда-то оттуда пришло, но это синонимы. Поэтому и то, и другое. И вот многие люди так синонимично используют, поэтому уж во всяком случае на уровне интервью я бы категорически советовал не связываться. Что касается тест кейса, например, значит, допустим, у нас есть тест кейс номер 1, потом идет там что-то такое много-много всего, а потом у нас идет тест кейс там номер, я не знаю, там N. Вот. То это все вместе, значит, все вместе это называется тест суть, например. если у вас есть тест суть номер 1, а потом у вас есть там что-нибудь что-нибудь такое, там вот такое, а потом к нему есть, ну там пачка тест сутьов, да, там у вас какой-то тест суть N, ну там M, да, то это тоже в общем-то называется тест суть. Да, какой-то другой тест суть. То есть тест суть строится из чего хочешь, из тест кейсов или из других тест-цветов. Когда только начиналась вся эта бодяга году в 90-е, вот я помню, в августе 92-го года мне дали книжку в руки, это коробка была, софтвор, там книжка была, Microsoft выпустил такой инструмент автоматизации и тестирования, назывался он Microsoft Test 1.0 и они упаковали свой внутренний какой-то тул, который они использовали, и так вывели его на рынок. Он что-то стоил там 350 долларов такого плана, я сейчас не помню точно, он недорогой был. И мне вот начальник перенес, говорит, разбирайся. И я стал читать, значит, книжка такая была довольно большая, хотя 95% книжки это просто они там команды описывали. Ладно, и там вот была классификация, вот тест-кейсы объединяются и тест-свиты, тест-свиты объединяются еще во что-то, а те объединяются еще во что-то, то есть там было, наверное, штуки 4-5 разного уровня вложенности, да, и вот они как-то какими-то словами называли, но это не прижилось, оно может быть где-то в Microsoft, они там для своих целей, оно не прижилось. Вот сегодня все просто, либо это тест-кейс, либо это тест-свит. Ну, это все большущие-большущие темы, можно много там примеров, рассказов, я просто не хочу вам голову морочить, чтобы не, как бы сказать, не заслонить простоту вопроса, в общем-то. То есть, всякую простую вещь можно довести до уровня безумно сложной, но она простая, вот в том смысле, как я рассказываю, это должно быть просто все. Задумано так. Как много тест-кейсов нам нужно, чтобы протестировать лист-бокс с 12-ю айтемс. Я вам примерчик тут покажу, чтобы понятнее было, может быть. Вот у нас есть лист-бокс, написано штат. И тут, по идее, должно быть 50 штатов Соединенных Штатов. Там какие-то ошибки, там вот Бритиш-Коламбия канадская выскочила, там еще что-то специально сделано с ошибками, чтобы студенты их находили. Но история такая, значит, их тут 50, ну а там где-то их 15. Я не знаю, почему 15 и что это было. Может быть, там какие-нибудь аэропорты в Австралии. Ну, неважно, вот выбери аэропорт в Австралии. Вопрос. Сколько я должен, я должен что, все 15 аэропортов перепробовать? Или, вот тут, я должен все 50 штатов перепробовать? Или, может быть, ни одного достаточно? Мы приближаемся к очень важному фундаментальному понятию, которое вот должно сейчас вынырнуть у нас в нашем повествовании. Значит, какие у нас ответы? Перепробовать все 12, нам говорят 24%. Одного достаточно, говорят 25%. Как это? Но тут уж совсем плохо. Вот это совсем плохо. Один для класса, четыре для баундерис. Это совсем плохо. Это никуда. Это у нас путаница возникла. Так. Не больше трех. Листбокс вообще тестировать не надо, потому что листбокс никто не программировал, его прикупили. Это правда, но тестируется не сам листбокс, а тестируется, что когда вы в этом листбоксе что-то выбрали, то программа его подхватит правильно и унесет куда надо. Вот это тестируется. Поэтому на самом деле, конечно, достаточно одного, потому что если мы выбрали один и его правильно провели по дальнейшей траектории, логического, так сказать, осмысления, то, собственно, и любое другое, что в это место сядет, так же пройдет. Вот как баба Яга там говорит, садись на лопату, я тебя в печку засуну. Понимаете? Это мог быть пионер, это мог быть городской мальчик или сельский, это могла быть девочка и так далее. Но процесс обработки состоял в том, что с лопаты сбрасывают в печь. Понимаете? Это не важно, что ты посадил на лопату. Если ты можешь пионера туда бросить, ты и октябренка можешь, и мальчика, который колоски собирал в поле и так далее. Поэтому уже не важно, если есть 100 объектов, которые годятся в твою печь, но вот эта пара лопата-печь, вот она тестируется, а не то, какой объект на нее можно положить. Значит, Negative Testing Only. Это я вообще не понял, к чему, но тоже кто-то поддался. Видите? Значит, теперь мы... Тут где-то у нас есть про классы, да, эквивалентс классы, они впереди. Значит, что у нас тут? Напишите функциональный, не User Interface, только функциональный тест-кейсы для DialogBox Find в Notepad. Знаете что? Я давайте... Во-первых, вам напомню, что у нас это все должно где-то было быть. Давайте мы глянем. Это DialogBox Find. Это у нас отвечено. Ну-ка, смотрим логин по... Find. Вот он, родной. Вот он тут, значит, на школьном форуме. Я тест-кейсы не стал писать, я написал только Requirements, доверяя вам со всем остальным. Но существенно здесь вот что. Значит, можно искать вверх, можно искать вниз, можно искать с совпадением кейс, вот это uppercase, lowercase. Можно без совпадения. И там еще какие-то требования есть. Но очень важный момент здесь, который я хотел бы подчеркнуть вот на словах, раз уже мы беседуем, состоит в том, что где там наш ноутпэд? Тут было вроде, да? Edit, find. Вот он, родной. Значит, история такая, что здесь нельзя выделить одного тест-кейса, который бы нам послужил роль Happy Path. Потому что Happy Path состоит из четырех кейсов. Это не важно, ищу я сверху вниз или снизу вверх. Это не важно, ищу я с Match Case или не Match Case. У нас четыре комбинации. Вот я могу, когда я ищу вниз, я могу сделать один поиск и второй поиск. Когда я ищу вверх, я делаю один поиск и второй поиск. Они все четыре. все четыре этих поиска равноважны. И наш Happy Path состоит из этих четырех. Вот я бы сказал, что это очень существенный элемент. Вы можете его и не сказать, и никто и не заметит в основном. Но вы же хотите вырваться вверх, вы хотите показать класс. Значит, вот я как бы не хочу на это время тратить, потому что тут вы много-много написали. Я очень доволен в целом. Некоторые немного. Run Notepad. А это не тест-кейс. Введи текст Hello World. Открой Dialog Box. Check If. Никогда ничего не чек. Search TextString is empty. Check If. Find NextButton is disabled. Но это же все-таки, знаете, тут написано Functionality, не User Interface. Тут открытым текстом сказано. Вот эта вот кнопка Enabled, кнопка Disabled, это из User Interface и все. Вот. Это как бы не о том. Тут у народа много всяких тест-кейсов. Некоторые очень много пишут. Я с ужасом думаю, что сколько нужно времени, чтобы это все прочитать. Ну, молодцом. Я во-первых, дал вам готовый ответ. он есть в виде требований. Во-вторых, вы можете попытаться, поупражняться в том, чтобы к этим требованиям написать тест-кейсы. В-третьих, я вам сказал про то, с чего надо начинать. Начинается с четырех тест-кейсов, которые все вместе относятся к Happy Pass. А дальше вы уже там их по важности можете сортировать как хотите. То есть, там есть еще несколько фишечек, например, что можно тестировать множественные совпадения этих стрингов, а то, что когда кончился поиск, или, например, вообще ни разу не нашел, должно быть сообщение о том, что не нашел, и там еще есть Default Value, то есть, если я делал поиск на портнов, потом закрыл и снова открыл, он должен мне предложить вот этот портнов в качестве, что хочешь снова, может быть, делать поиск на тот же самый стринг и так далее. Водичка, раньше-то графин давали, а сейчас вот бутылки, графин со стаканом. Так, вот мы теперь переходим к Equivalence классам. Значит, Define, да, что такое Equivalence класс? Определи, как ты определишь? For Equivalence Testing и цена в Tupic One Value, но я пока не вижу определения Equivalence класса. Data Values grouped into groups which differently affect the system. И их, понимаете, история, вы можете пойти погуглить чего-нибудь и нагуглите что-нибудь такое написанное нечеловеческим языком. Вот помните раньше в сказках и вдруг кто-то говорит человеческим голосом. У нас сейчас который не человек и вдруг начинает говорить человеческим голосом. Собака, например. У нас сейчас очень часто люди говорят нечеловеческим языком, а каким-то таким странным. И сразу понятно, что там робот какой-то сзади. Это язык, на котором вы не можете ходить на интервью и получать хороший результат. То есть вы должны осмыслить это переварить и своим языком выдать своей речью. допустим, давайте я знаете что, ну, давайте я еще черточку подведу. так, вот как-нибудь так. Еще черточку сделаю. Значит, допустим, я бы, если бы я сейчас своими словами говорил, давайте я по-русски скажу, мне сложно все комбинирую. Ну, давайте я попробую по-русски, значит, как удастся. Значит, это группа, группа значений на входе, или там группа, ну, пусть будет значений, окей, на входе тестируемой системы. Я говорю о том, что такое эквивалентс-класс в тестировании, это вообще математическое понятие, мы ушли от математики, мы сейчас совершенно другим занимаемся. Вот в нашем деле, что такое эквивалентс-класс? Класс эквивалентности, это группа значений на входе тестируемой системы, на входе тестируемой системы, приводящих к одинаковому, к тому, идентичному, окей, идентичному идентичному состоянию на выходе системы. Это тоже такое более техническое выражение, но смысл его в чем? Вот у меня есть нечто, что я тестирую, и если вот эти значения выдают одинаковый результат на выходе, я их объединяю в одну группу. Я говорю, вот эти все у меня теперь принадлежат к одному классу. А какому классу? К классу, который дает вот этот выход. Я смотрю на выход, и смотрю, кто идет на этот выход со входа, и вот они у меня все в одном классе. Почему я это делаю? Потому что если они все дают один и тот же результат, ну, должны давать один и тот же результат, то мне достаточно взять одного из них. Я не должен теперь их всех тестировать. Вот у меня есть там лист бокс на 12 позиций, а если на 50, как со штатами, а если, например, вот знаете, там иногда говорят, видите, год рождения, и там лист бокс, и там этих годов рождения там лет на 100, а мне достаточно одного. Почему? Потому что они все ведут к одному и тому же результату. Какому результату? Вот это значение будет подхвачено системой и передано туда на бэкэнд, и будет дальше обрабатываться этим бэкэнд. Вот это состояние. Вот и все. Значит, в один класс объединяются те значения на входе, которые приводят к одному и тому же значению на выходе. Вот это идея класса. Значит, но что на самом деле у нас происходит? Это мы по поводу определений там как... Ну, во всяком случае, не берите определения такие технические непонятно, как реализуемые в тестировании. Значит, в тестировании, да, в тестировании есть два метода, метода, метода. Значит, связано вот с этим совсем. Два метода. Первый метод называет... Ну, давайте я... Будет по-английски. Equivalence classes. А второй метод называется boundary conditions. Boundary conditions. А история в том boundary, история как бы по факту состоит в том, что на границах все время что-то происходит. Вот, например, скажем, ну, мы можем сказать... Если вы понимаете разницу между, скажем, A, ну, так вот будет, будет так, A у нас меньше, например, 5, да, и, скажем, A меньше либо равно 5. Вот это то, где мы влетаем в boundary condition. Поэтому я мог бы сказать так. Я мог бы сказать, вот A меньше 5, но, например, там, больше нуля. Больше нуля. Больше нуля, меньше 5. А может быть, A у меня, так, давайте еще раз, я сделаю 0, 0, так, и так. Больше равно нуля, меньше равно 5. Понимаете? Значит, если в первом случае, в первом случае, я ожидаю, то есть, тесты я буду делать те же самые, но я ожидаю, что в первом случае 0, у меня как-то, значит, не должно хорошо себя вести, а на единицу должно. Соответственно, в первом случае на 4 он работает, а на 5 нет. Но я попробую, я и 0 попробую, и единицу попробую, я и 4 попробую, и 5 попробую. Здесь я попробую 0, так? но ожидаю я от 0, что он, что поведение сохраняется, что 0, 1, 2, 3, 4, 4, и 5, поведение сохраняется. А в первом случае, на 0 и на 5 поведение меняется, то есть, переход через границу, граница там же, но переход через границу, да, у меня, значит, приводит к разным, к разным результатам. Или, скажем так, она включена на эту сторону, или включена на ту. Сейчас я вам дам примерчик такой, более жизненный. У нас страховая компания, мы вывесили формочку онлайн, приходят люди, и они хотят купить то, что называется life insurance, страхование жизни они хотят сделать. Но у нас в компании есть некоторые тонкости, касающиеся возраста. Когда вы заходите, у вас там будет поле, называется дата рождения, date of birth, и вы должны ввести там число, месяц, год рождения. В соответствии с этим система быстренько подсчитывает, сколько вам лет. И вот, есть некоторые ограничения. Значит, работает так. Это я, правда, так, в жизни так. Там, с тонкостями, но тем не менее. Значит, если вы от одного, ну, если человек родился только, и вот он новорожденный, то до 14 дней от роду, до 14 дней, дней, да, до 14 дней, давайте я по-нарусски перейду, 14 дней, его нельзя застраховать. До 14 дней нет страховки, не продается. Есть статистика смертности, не дай бог, там и так далее, а вот если он уже 15 дней, он уже часть другой статистики. Хорошо. Значит, дальше мы идем сюда. От 15 дней до, что вы себе думаете, до 85 лет, сейчас вот это 85 лет меняется, и там свои тонкости в этом деле есть, но не вникая в тонкости. Значит, мы говорим так, если ему 85 лет плюс 1 день, то уже нет страховки. Так, а если вот у него, ой, мама, так, нет, господи, где же там палочки-то было, вот она. Так, а если у него, просто 85 лет, просто 85 лет, 85 лет ровно, то есть страховка. Значит, получается у нас три класса. Обратите внимание, значит, в первом классе, вот тут, в первом классе, значит, какой у нас первый класс? От нуля до 14 дней. Класс 1 у нас от нуля до, включительно, да, от нуля до 14 дней, включительно. Что у нас есть? Какой результат у них у всех? ему говорят, там, ну, please come, please come, come, later. Обычно он не сам идет, а родители хотят ребеночка застраховать, есть такое. Вот. Класс 2. Родители говорят, попозже приходи. от 15 дней до 85 лет, нам скажут, нам скажут, provide, quote provided. то есть нам скажут, сколько стоить будет, примерно. Они обычно от балды, это достаточно от балды, потом, когда их сдаешь тесты, на кровь, там, на мочу, так выходит в 5 раз дороже, но не важно, тебе какую-то цифру дадут, оптимистичную. Quote provided. И класс 3. Это когда ты, значит, 85 лет, 85 лет плюс, да? В этом случае, тебе что? Тебе говорят, там, держите ваши денежки при себе, вам может скоро понадобиться. Я утрирую, конечно. Значит, quote, ну, там какое-то nice сообщение будет, quote rejected. Хорошо. Сейчас есть такие, что это 95 страхуют, ну, не важно. Мы, как бы, с точки зрения классов. Теперь, у нас есть правило, значит, как мы вычисляем количество тест-кейсов. Вы помните, что я сказал, у нас есть два метода. Два метода. Значит, эти методы позволяют нам создать вот наши тест-кейсы. И методы эти такие. Ну, давайте, я, может быть, тут напишу. Equivalence Classes, в скобочках пишу, один тест-кейс на класс boundary condition, 2 тест-кейса на граничные условия, на boundary. 2 тест-кейса. Откуда берутся 2 тест-кейса? Вот то, что у нас называется, ну, давайте, near proximity. near proximity. Of the boundary. Of the boundary. То есть, ближайшее, что есть, слева и справа. Ближайшее. Near proximity. Вот так оно устроит. Поэтому, значит, давайте-ка вы мне в скайпе скажете, сколько тест-кейсов нужно вот на эту страховую ситуацию. Так. Сколько надо тест-кейсов, чтобы вот эту вот штучку оттестировать. Давайте посмотрим. 5, 6, 7. Господа, классов 3, а границ 2. Как же так? Что же, это же не так сложно. Там 3 плюс 2 раза по 2. Тут как-то, тут нельзя промахнуться. Так как, это, мне казалось, что мы так сейчас аккуратненько все скажем, что 7. Вот. Давайте, давайте посмотрим, какие у нас тест-кейсы. Давайте посмотрим. Значит, итак, итак, значит, тест-кейсы, ну, пошли. Значит, я в ноутпэде тут сильно не нарисую. давайте мы так скажем. Значит, наши тест-кейсы. Первый тест-кейс. Давайте по классам пойдем. Значит, для первого класса я беру, например, давайте по-русски, 5 дней. Вот 5 дней, это у меня первый класс. почему 5 дней? Потому что для класса я могу взять любой, но одно условие, я не беру его на границе, потому что на границе это опасное место. На границе мы будем делать boundary testing. Значит, класс я беру в относительно безопасном месте, то есть, не прямо на границе. Ну, 5, без разницы, 5, 7, 10, 13, все годится. 5 дней, это один класс. Второй класс, второй класс у меня будет между 15 днями и 85 лет. Ну, пусть будет 3 года. 3 года. 33 года, без разницы. Значит, я протестировал класс. Что я тестирую? Значит, в первом случае я должен получить сообщение, что я слишком молодой, ну, объект страхования слишком молодой. Во втором случае мне должны дать сколько это будет стоить. А в третьем случае, вот сейчас, допустим, я напишу 87 лет. Вот. И в третьем случае у меня ожидаемый результат это сообщение, что они не торгуют страховками для людей старше 85. Например. Вот, вот собственно и все. Теперь, дальше мы переходим к значит, ну, давайте я здесь напишу, что это это класс 1, черточку поставлю, чтобы так понятно было. Это для класса 1, значит, это у меня будет, нет, это у меня будет класс 2, это у меня будет класс 3. вот они у меня тут все засветились. Теперь мы идем на граничные условия, да, значит, номер 4 и номер 5, да, вот граница, первая граница. Первая граница, у меня тут 14 дней и 15 дней, тут у меня без вариантов, сейчас, я скачу тут с русского на английский, значит, 14 дней и 15 дней. Вот она граница, вот мы ее поймали. 14 дней, 15 дней. Значит, ожидания мои такие, что при переходе через границу поведение системы меняются. У 14 дней, да, у 14 дней, значит, ну, давайте я так напишу, 14 дней сейчас, expected класс 1, да, я ожидаю, что это поведение одного класса, а уже в 15, я говорю, что expected класс 2. Вот, вот, собственно, и все дела. Соответственно, у меня еще два есть, еще граница, да, соответственно, у меня есть номер 6 и у меня есть номер 7. значит, что я делаю в номер 6? В номер 6 у меня 85 лет ровно, да, ой, мама, 85 лет ровно, и, значит, я ожидаю, что, что x, x, ой, так, expected класс 2, то есть, меня посчитали, что там должно быть, а здесь у меня будет 85 лет, плюс один день, так, И у меня, значит, ожидание мое, это expected, значит, у меня будет класс 3. Вот, собственно, и все. Значит, это позволяет ответить на вопрос, сколько нам тест-кейсов нужно, вот, чтобы протестировать что-то такое. Я возвращаюсь на секундочку вот в эту ситуацию. С листбоксом, так, где у нас тут это было? Вот здесь. С листбоксом, где у нас тут люди начали писать вот 5 тест-кейсов, 1 для класса, 4 для 2-х баундерис, там, помилуйте. Мы не всегда можем протестировать эту самую баундерис, понимаете? Вот, например, если у меня поле, где я должен вести год рождения, например, год рождения. И они так сделали, что, ну, сейчас я думаю, год рождения, одну секунду. Ну, не год рождения, например, день рождения, да, день, месяц, год. Вот у меня день. Ну, хорошо, если я должен выбрать из списка. А вот, а может быть, там надо напечатать. И я должен напечатать, там, скажем, я родился 28 апреля. Соответственно, я должен напечатать 28. И это поле, и оно принимает 2 значка, а 2 циферки должно принимать. А вы говорите, хорошо, 2 он принимает, а 3? А я не знаю, как 3, я не могу 3. То есть, вы можете сказать, ну, ты можешь хотя бы попробовать и увидеть, что он 3 не берет. Ну, наверное, могу, да. Ну, в общем, это как-то уже начинает смысл терять. То есть, иногда это просто бессмысленно, пытаться выйти в какую-то такую, за уровень вот этой границы, потому что там уже у нас никакого интереса нет. Понимаете? Точно так же, как здесь, например, я не пытался задать вопрос, а если это будет отрицательно, вот он родился, там, и он минус 3 дня от роду. Вы можете это сделать? То есть, вы говорите, тогда у меня есть еще класс номер 4, вот туда, вот туда пошел. Но в данном случае это абсолютно бессмысленно. Вы можете этот вопрос регулировать, скажем, на уровне того, что поле, которое принимает там что-то, не принимает раньше такого или позже такого, или не принимает, скажем, дефис для обозначения минуса. То есть, есть много-много разных тонкостей, но зачастую мы не можем просто туда уйти, понимаете, просто не можем. Вот то же самое там поле является required. То есть, там должна быть хотя бы, там, одна цифра должна быть, да? Вот где тут у нас? Вот поле, там, скажем, поле zip, это required fill. Но я же не могу попробовать, а что если там, например, меньше нуля? Я не знаю. А почему меня это должно вообще волновать? А если я напишу сейчас минус один, вот я напишу, минус один, а он не берет минус. Понимаете? Ну что теперь делать? То есть, мы ограничены в наших, так сказать, поисках, мы ограничены некоторым здравым смыслом. И когда много лет назад я все это начинал, там, обучать, тестирование, мне говорили, а что главное для тестера? Я говорю, ну, главное, это здравый смысл. Потому что без здравого смысла тестировать нельзя. То есть, ты сразу найдешь там миллион всего, что нафиг никому не нужно, но с точки зрения формальной, которая у тебя в голове сидит и, может быть, для тебя имеет смысл, а все остальные в ужасе от того, что ты делаешь. Все-таки, понимаете, есть какие-то люди, они инвестировали деньги в разработку программного обеспечения. Они надеются отбить эти деньги. Соответственно, собирается команда, снимается офис, люди получают зарплату. Софтвор идет к каким-то потребителям. Потребители за него платят деньги. Иногда они платят не в виде денег, а в виде частых посещений. Трафик монетизируется. То есть, когда вы в контексте этого всего начинаете видеть то, что вы делаете, то некоторые вещи, которые люди говорят, а давайте вот так и давайте так, они, кроме как безумием, назвать нельзя. Почему? Потому что они вне контекста. Понимаете, безумный, он вне контекста. У него свой контекст. Вот у него тут сидит в голове, и он вот, и ему нормально, никто же не говорит, но дай ему бог здоровья, все такое. Но вы же на работе, вам же деньги платят. Правильно? Давайте мы вернемся снова к началу, не к началу, в скайп, и посмотрим, почему не проверяется 13 дней и 85 лет минус один день. Ну, если 85 лет работает, зачем же нам минус один день, если 85 работает правильно? Как же? Ну? Потом, почему не проверяется 13 дней? Но он же на 14 уже правильно сработал. Если он на 14 сработал неправильно, я тогда говорю, а что же тогда? Тогда я попробую 13, теперь я начинаю искать границу. Но если он уже сработал на 14, то как же он на 13 может? Понимаете? Только если специально так запрограммировать. Да. Ну, хорошо. Можно ли отказаться от тест-кейсов для классов, если нужно сэкономить время? Ну, у вас, если вы на работе, то вам скажут, от чего отказаться. То есть там политика, люди определяют. Если вы на интервью, вы можете даже их и не писать, но вы можете обозначить. Если они скажут, а какие, а напиши, а давай подробнее на эту тему. Всегда можно поговорить подробнее. Но важно обозначить. Важно понимать, что классы эквивалентности это группы значений, которые не нужно тестировать все, а нужно достаточно тестировать одного. Потому что они собраны в этот класс по принципу одинаковости результата на выходе. Ноль дней также является границей. Она является границей, но не класса, в котором мы заинтересованы. Понимаете? То есть, безусловно, у нас могут быть какие-то ситуации, когда это произойдет. Например, если я могу вводить день рождения в будущее. Вот, смотрите, я пошел страховать ребенка. И ребенок должен родиться, допустим, 1 мая. А сегодня 22 марта. А я уже заранее беспокоюсь. Я дедушка. Я думаю, вот сейчас застрахуем. И я иду туда. И получается, что возраст ребенка минус 22 или 23 или чего-то. Но с точки зрения системы страховой, существенно, что это меньше 15 дней. Это входит, в принципе, в тот же самый класс, что и 14 на самом деле. На самом деле. То есть, это без разницы. Но еще раз. Если вы проектируете какую-то систему, или вы участвуете в тестировании какой-то системы, и это имеет смысл, делайте на здоровье. Как же? Просто в данном случае у нас есть 3 разных ответа. Поэтому классов 3. 3 разных ответа. У меня нет ответа, не вводите ребенка, который еще не родился. У меня такого ответа нет. У меня ответ такой, приходите позже, когда будет 15 дней. Вот это я могу написать. Поэтому мне без разницы, насколько он молодой. Да. Поэтому, друзья. Я думаю, что мы так обсудили все дела. Давайте мы глянем на домашнее задание. Я на самом деле там умышленно оставил его незавершенным. Потому что я думал, что мы будем обсуждать в следующий раз. Уровни, виды тестирования. Ну хорошо, давайте сделаем так. У вас есть книжка, да? И там есть про типы, про виды тестирования. А я сюда просто, я сюда просто помещу список тех видов тестирования, которые я хочу, чтобы мы с вами обсудили. Я могу его подгрести где-нибудь. Сейчас я думаю. Пумп, 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 пумп. У меня есть мой обычный класс на английском языке. Я вам сейчас сброшу, так, чтобы вы могли уже пока готовиться. Так, 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 так. Пуп, 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 пуп. Вот, пожалуйста. У меня есть та. TestingTypesToBeDiscussed. Сейчас я его скопирую. Это наш обычный класс, который я сейчас веду на английском языке. Капи. Значит, я потом вставлю на страничку, а вам вот сюда. TestingTypesToBeDiscussed. Вот. Файл я сохраню. Давайте прямо сейчас я его сохраню. Файл. SaveAs. Так, наверное, мы ему должны сказать, что это какой-нибудь Unicode. Иначе он не сохранится по-русски. И мы скажем, что это session6 Russian. И сохраним на десктоп. Сбросим вам, значит, сбросим вам в Skype. А те, кто нас смотрит в трансляции, значит, они тоже все это видят. У них есть на кадре. И буквально через 20 минут все это появится на страничке portnob.com. Слэш 2018. Хорошо? Значит, давайте мы тогда на этом с вами расстаемся. И первым делом мы отпускаем тех, кто у нас в классе. Потому что у нас еще идет прямой эфир. Значит, мы говорим Stop Recording. Рекординг.